Расширенная диспансеризация населения стартует уже 1 июля. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян для установления группы здоровья каждому жителю страны. Подробнее о механизме проведения их категории граждан, попадающих под диспансеризацию, в материале моей коллеги Катрин Тайбарей. Сегодняшней реальности поддерживать свое здоровье особенно важно. Поэтому медицинские учреждения настоятельно рекомендуют пройти расширенную диспансеризацию, в ходе которой каждому жителю округа будет присвоена группа здоровья. Если будут выявлены хронические заболевания и пациенту будет необходим постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Подробнее о механизме проведения диспансеризации нам рассказали в Центральной районе поликлиники Заполярного района. Пациент записывается к нам на прием. Он может записаться как по номеру телефона. У нас есть определенный телефон нашего кабинета. Через госуслуги и через участкового терапевта. Терапевты направляют, они приходят сюда. И мы здесь направляем их на анализы и проводим исследования, которые мы можем провести в данном кабинете. И дальше мы направляем их по врачам, терапевтам. И уже терапевта. Они идут на второй этап диспансеризации, но это уже по показаниям. Для жителей сел округа существуют некоторые трудности в прохождении диспансеризации. В основном они связаны с нехваткой специалистов на участках. У нас в настоящее время отсутствует лаборант. Ставочка вакантная. Заменить неким. И также в нашей амбулатории, согласно штатного расписания, есть только врач общей практики, фельдшер и медсестры. Врачей-специалисты, таких как окулист, невролог, кардиолог, таких врачей у нас нет. Тем не менее, у жителей поселка Красное ежегодно есть возможность пройти медицинский осмотр. Диспансеризацию мы проводим ежегодно в период посещения нашего поселка передвижным медицинским отрядом. Передвижной медицинский отряд в этом году у нас приезжает в конце августа, начало сентября будет работать. И второй раз приедет в декабре месяце. Это специально для оленеводческих хозяйств. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, быть прикрепленным к медицинскому учреждению и обратиться туда для прохождения диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. После 40 лет по новым правилам ежегодно. Оповещением категории граждан, подходящих под диспансеризацию, занимаются работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшие полис обязательного медицинского страхования. Для прохождения диспансеризации выделяется оплачиваемый выходной день.